Все три варианта определения шаблона мы с вами рассмотрели. Также я ранее упомянул, что шаблон сайта не голосует и целиком попадается в статическую область. Но в некоторых случаях нам необходимо и в шаблоне сайта выделить динамическую область. Причин для этого могут быть совершенно разные, не будем на этом застрять внимание. Также в некоторых случаях необходимо, чтобы у нас динамическая зона находилась в шаблоне сайта. Как правило, по всем правилам, кода в шаблоне сайта как такового быть не должно, потому что все должно быть реализовано на компонентах. Но в некоторых случаях либо это нецелесообразно, либо мы переделываем старый сайт, который был давно запрограммирован и не нами, и там оставлены были некоторые, так скажем, некорректности. Опять, делать мы не должны и не можем. Но нам необходимо адаптировать данный сайт под композитный режим работы. А мы как помним, что у нас шаблон сайта попадает в статическую часть целиком. Что же нам делать? Обратимся опять же к нашей тиражке, к нашим тиражным решениям. Вот у нас здесь выводится текущее время сайта. Все хорошо, но как видите, время у нас выводится с точностью до секунды. Соответственно, каждое обновление страницы у нас будет перезаписывать кэш. Сайт как бы вроде бы в композитном режиме работы работает, но кэш при каждом обновлении у нас сбрасывается. То есть не то, что композитный сайт здесь не увеличит эффективность, а он еще замедляет, потому что на создание кэша также требуются некоторые ресурсы. Что же в этом случае делать? А решение есть. Есть специальные функции, которые позволяют сделать динамическую область внутри шаблона сайта. Вот мы открываем динамическую область, пишем ники id-шник, но это id php, это не id в html-версе. Открываем с помощью функции startDynamicWhiteID. Этой функции можно передать только id открывающей области для того, чтобы мы знали, какую область закрыть. И закрываем с помощью finishDynamicWhiteID. Первым параметром мы здесь передаем id области, которую мы закрываем. Второй параметр, который передаем, это текст таба, то есть текстовые заглушки, которые будут показываться до того, как у нас контент динамически загрузится. Третий параметр, как вы здесь видите, это id контейнера, в котором находится динамический контент. Это уже id в верстке, в умолчании равно 0. Четвертым параметром можно указать использовать локальное хранилище браузера, по умолчанию false. Пятый параметр, за автоматическое обновление, отвечает по умолчанию true. То есть мы можем отключить, чтобы динамическая область автоматически обновлялась и обновлять с помощью своего javascript. И последний параметр, использование анимации. По умолчанию false, но мы можем также узнать true, и анимация будет использоваться. Сохранили. Теперь нам необходимо пойти и сбросить кэш. Как я уже ранее говорил, после любого изменения шаблона, вам необходимо сбрасывать кэш. Кэш мы сбросили. И обновляем страницу. Сайт работает в композитном режиме. Как вы только могли заметить, на долю секунды у нас появляется текущее время без даты. Соответственно, как произошел второй хит, у нас загрузилась корзина и подсалился реальное текущее время. При этом сброса кэша у нас не происходит.